Сегодня положен старт модернизации завода «Кавказмясо» в Черкесске. По такому важному случаю был торжественно заложен камень под предстоящие изменения. В событии приняли участие глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов и первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, председатель совета директоров Дамате Наум Бабаев. После реконструкции мощность предприятия составит 720 тысяч голов в год. Мадина Каракетова продолжит. Вооружившись мастерками глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов, первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, соучредители и председатель совета директоров группы компании Дамате Наум Бабаев приготовились к ответственному моменту. В лунку заливают цементный раствор и вот символический золотой первый кирпич, ознаменующий начало масштабной реконструкции предприятия «Кавказмясо» торжественно заложен в символический фундамент. Группа компании Дамате в финансовом партнерстве с Россельхозбанком начинают модернизацию предприятия в рамках проекта по производству баранины. Для Карачева-Черкесии это очень важный проект, считает глава республики Рашид Тимрезов. Компания Дамате, она действительно уже не только с российским именем, но и с международным. И то время от старта, когда мы решили, договорились с руководителями этой компании, компании Дамате, о том, что мы будем это реализовать на территории республики, и вот до сегодняшнего дня прошло достаточно короткое время. Самое главное, то какие цели и задачи. Это не только инвестиционный проект, который будет реализован на территории республики. Сегодня об этом говорить. Это и школа фермеров, это и развитие генетики. Овцеводство в последнее время, конечно, утратило свои позиции, но я считаю, что сегодняшний день, сегодняшнее открытие, то, что мы камень заложили, это все-таки, я считаю, что возрождение овцеводства Юга России. В этом вопросе быть пионером почетно отметил Рашид Тимрезов. Помимо этого, реализация проекта даст республике более 500 рабочих мест и значительные налоговые вливания в республиканский бюджет. Соучредитель и председатель группы компании Дамате Наум Бабаев рассказал, что поставлена амбициозная цель – возродить производство баранины в СКФО и вывести эту отрасль на совершенно новый высокий уровень. Тем более на Кавказе с мясом и с его приготовлением связаны свои собственные традиции. Мы хотим как раз использовать те традиции, которые есть на Кавказе, а привнести в них немножко больше инноваций, современных технологий и, наверное, сделать это мясо еще более качественным, сделать так, чтобы это мясо было более транспортабельным, имело лучшие сроки хранения и предназначало больше доход для фермеров. Поэтому мы не ломаем как раз традиции, а мы вписываемся в те традиции, которые есть и добавляем, изобряем их хорошими технологическими новшествами. Наум Бабаев рассказал, что работать Дамате будет в кооперации с исследовательскими институтами и фермерами. Последним предлагается попробовать племенной материал восьми всемирно известных пород овец. Реконструкция кавказмяса обойдется почти в 3 миллиарда рублей. Входит, собственно говоря, вот этот завод реконструкции, а также входит строительство откормочника в Ударном. Это здесь недалеко. Также у нас есть еще один откормочник в Старопольском крае. И, наверное, появится еще несколько подобных площадок. Это будут и откормочники, и племенные фермы, которые могли бы поставлять фермерам племенной материал. Мы думаем, что до 6 миллиардов стоимость проекта возрастет. Собственно, о самой реконструкции. После проведения всех работ мощность предприятия составит 720 тысяч голов в год. 42 тонны продукции в сутки. Будет смонтирована суперсовременная автоматизированная убойная линия мощностью 300 голов в час. В Кавказмяса будут производить полуфабрикаты из баранины, фарш, маринады, консервы в жестяной и стеклянной таре. Все натуральные сертификации халал и кошер. Качество продукции будет контролироваться на каждом этапе производства. И очень важно, отметил Наум Бабаев, на заводе установят современные очистные системы и организуют переработку производственных отходов. Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич отметил важность оказания мер государственной поддержки проектам, имеющим тенденцию к логическому завершению. Мы предполагаем выделять средства на инфраструктуру преференциальных зон развития. То есть это индустриальные парки, особые экономические зоны. Потому что для предпринимателей крайне важна сама инфраструктура. Газ, электроэнергия, вода, канализация и так далее. Мы, безусловно, в особых экономических зонах обеспечиваем те льготные режимы, которые предусмотрены законодательством. И, конечно, постараемся сделать так, чтобы административная нагрузка, которая зачастую положится непосильным временем на бизнес, она была минимизированной. В числе проектов, оправдавших себя в Карачаево-Черкесии, Михаил Бабич назвал строительство курорта Архиза. Рассказал о том, что в рамках предстоящего бюджетного цикла с главой и правительством республики определены приоритетные проекты, которые могут рассчитывать на поддержку Минэкономразвития России. Представители Россельхозбанка рассказали о своем проекте «Школа фермера», в котором фермеров будут учить, как правильно пользоваться банковскими услугами и продуктами. Два фермерских хозяйства – одно из Ставрополья, другое из Карачаево-Черкесии – были отмечены существенной грантовой поддержкой, которую вручил им соучредитель группы компании Домате Рашид Хайров. А представители Россельхозбанка вручили отличившимся в деятельности фермерам-клиентам банка подарки, самые важные из которых – существенные льготы при оформлении кредита. Мадина Каракетова, Рашид Доков, Вести, Карачаево, Черкесия.